Итак, друзья, всем привет! И я вам обещала, что в рамках 14 февраля мы совместно с Елмас Мария и Софией проведем для вас эфиры. Первый эфир был от Маши, вы его можете посмотреть в записи у меня в аккаунте на IGTV. Второй эфир был Софии, я нарисовала для вас совершенно прекрасную картинку. Сегодня я покажу, зачем же нам нужны программы, что мы с этим будем делать, как, например, из нашего красивого сердца сделать принт или как нарисовать эскиз в векторе. То есть то, что делали девочки, я покажу применительно к программам. Сейчас я покажу на компьютере, смотрите, вот то, что делала Маша, она рисовала прекрасное сердце и есть целых две записи, это было два эфира подряд в IGTV, а это то, что делала Соня. Мы давали вам шаблон фигуры и вот такую штучку рисовали, тоже запись есть в IGTV, если вдруг кто-то не успел, вы это можете посмотреть. Шаблоны фигуров есть у нас на сайте, заходите и вот они, шаблоны, по ссылке в шапке профиля Инстаграма там все найдете, можете скачать тот, который нужен. Я сегодня тоже буду показывать рисунок на шаблоне, вот есть даже шаблон для сердечка, который показывала Маша, потому что его много деталей и тяжело рисовать, да. Вот наши раскраски, шаблоны для технических рисунков, это то, что мы делали марафон по Игре Престолов, вот там на Дейнейрис, а я скачала сегодня вот этот шаблон и буду рисовать на нем. Вот, давайте я начну, соответственно, с нашего гранатового сердца. Он у нас сделан в Adobe Photoshop, точнее он нарисован, отсканирован в Adobe Photoshop и Маша для меня сделала большой-большой подарок, в том плане, что она его взяла и почистила, соответственно, оно у меня без фона. Видите, вот эти вот шашечки, это обозначает то, что фона нет и, соответственно, я с ним могу делать все, что угодно. Здесь в Photoshop, я хочу, чтобы вы понимали, можно делать практически все, что вам нравится с изображением, то есть, видите, я могу там включить ему фон, могу выключить ему фон, могу поменять ему цвет. Сейчас покажу. Есть такая функция «Цветовой тон, насыщенность» и вы можете полностью, видите, видоизменять цвет, прям, при том, это делается вот буквально одним прикосновением. Но сегодня я хочу показать, как из него создавать принты. Поэтому я его открыла, сделала его на прозрачном фоне, и сейчас буду сохранять его как PNG, сохранить как, и обязательно формат PNG, тогда он у меня сохранится с прозрачным фоном. Говорю «Окей», сохраняю. Так, вот он у меня сохранился. Это все закрыть. Вот оно, мое гранатовое сердце. И теперь это гранатовое сердце я открываю с помощью Adobe Illustrator. «Окей». Вот оно у меня появилось, и видите, за счет того, что я его сделала на прозрачном фоне, у меня вот оно таким образом себя ведет. И теперь из него можно создавать принты. Ну, во-первых, не мудрствуя лукаву, можно прям его приляпать на какую-нибудь футболку, грубо говоря, да, и у вас получится прям вот сердце печать на футболке, как это обычно делают. Давайте покажу. У меня есть примеры. Например, вот женская футболка. Уже отрисованный эскиз. Я его прям открываю. Беру мое гранатовое сердце. Кстати, так очень многие фирмы работают. И приляпываю его. Ну, это грубо, конечно. Размещаю его в правильном месте на моей футболке. Вуаля, у меня получился дизайн. Могу теперь там доделать красные какие-нибудь обтачки. И вот она, моя фирменная вещь с авторским принтом готова. Могу просто обратиться в какой-то печатный салон, спросить, в каком формате они принимают изображение. И данное изображение отправить им, соответственно, они мне его напечатают. Но это вот такой самый-самый-самый простой способ, когда ваше какое-то художественное детище, которое вы создали, оно потом обрабатывается. Что еще мы можем с ним сделать? Мы можем, например, из него сделать заливку. Самое банальное. Берем наше изображение, тащим его в панель образцы. Если кому-то будет интересно смотреть все, что я делаю в иллюстраторе, я сохраню это видео. Вы сможете его в полном формате посмотреть, потому что Инстаграм не позволяет целиком вам показать мне весь экран. Сейчас покажу, что у меня получилось. То есть мы сейчас с вами создадим рапортный принт. В программе Adobe Illustrator для этого есть очень удобная функция. И я ей воспользовалась. Я взяла наше изображение и создала из него заливку. Сейчас я немножко поправлю размер, и тогда будет понятно, что произошло. Видите, у меня все залилось моими гранатиками. То есть, по сути, у меня получилось ткань-полотно, и там вот много-много этих гранатиков. То есть я это сделала практически на автомате, как видите, ничем не перетрудилась. Точно так же мы можем теперь с этим рапортом пофеерить. И, например, сейчас у меня это сеть-терапортный принт. То есть, как у нас, представьте себе, школьную тетрадку, у вас клетки. И вот в каждой клетке у меня это гранатовое сердце. А я, например, хочу его сделать со сдвигом. Есть вот у нас такая волшебная функция. она называется параметры узора. И, например, я хочу сделать вот так. Так. И теперь смотрите, что у нас будет. У меня получился тот же узор, но со смещением. То есть, если внимательно посмотреть, то вот здесь у меня пошло смещение. Соответственно, это может быть уже у вас какой-то там домашний текстиль или еще что-то. И уже вот таким вот узором мы можем с вами полностью залить изделие, если нам это нужно. Давайте вот у меня футболка открыта. Сейчас мы на ней и проведем эксперимент. Это просто самый банальный эксперимент. Не воспринимайте его как что-то серьезное. Конечно же, можно подобрать что-то более аккуратное. То есть, вместо того, чтобы, как мы сделали, сначала просто разместили принт, мы теперь его возьмем и зальем гранатами. При этом я могу подобрать тот масштаб, который меня наилучшим образом устроит. Вот такая штучка у меня получилась. Ну, чем-то в пижаму она в такую уходит. Соответственно, могу и эти части тоже залить. Будет вот такая вот штукенция. Это вот возможности программы Adobe Illustrator. То есть, когда мы с вами сделали какую-то одну красивую штуку и теперь из нее формируем уже изображение. Формируем разные дизайны. В Photoshop мы могли с вами поправить цвета. То есть, ну там много можно всего. Что еще можно сделать? Давайте, например, с вами соберем авторский платок с сердцем в виде граната. Я создаю новый документ. Он у меня будет в формате RGB. Так, будут у меня миллиметры. Ну, скажем, он будет 40 на 40. Сразу задаю реальный физический размер платка. 40 на 40 маленький шейный платок, который будет, ну, красиво смотреться. На него помещаю наш с вами гранат по центру. Вот, и теперь из этого элемента я буду вытягивать какую-то композицию. У меня в голове приблизительно уже сложилось, что это может быть, да? Давайте мы с вами это сделаем. Ну, во-первых, мы можем с вами разместить гранатики по контуру, либо же сделать полосочку по контуру, которая будет нам обозначать края. При этом обычно на платках она идет не по самому краю изображения, а немножечко с отступом. Сейчас мы этого и добьемся. Вот такую полосочку мы нарисуем. Так, сейчас разгруппируем и центр уберем. Что у меня получилось? У меня получилась полоска. Ее можно прокрасить цветом. Ну, например, вот так, да? Уже что-то у нас видно. Могу ее сделать толще, тоньше в зависимости от того, что бы я хотела получить. Может быть, действительно имеет смысл ее сделать немножко потоньше, чтобы она смотрелась более элегантно. Сейчас. Поскольку рисую я ее не линией, а сразу фигурами, то мне приходится возвращаться назад вот таким образом более правильно рисовать. Более тонкая полосочка. Хорошо. Теперь по углам расположим композиционные элементы. Я подтаскиваю мое сердечко ближе к углу и хочу, чтобы угол был оформлен красивыми такими сердечными гранатиками. Соответственно, я его могу повернуть. Что я еще могу сделать? Я, естественно, могу ему менять размер. Например, вот так. И положить сюда вот так вот гранатики. Можно их рисовать по одному, можно рисовать по несколько. То есть здесь уже идет композиционное начало, которое вы делаете. Такую вещь можно делать как в фотошопе, так и в иллюстраторе. Нужно понимать, какая у вас конкретная цель и задача. И в зависимости от этого уже формировать ваше изображение так, как нужно именно вам. Поэтому я сейчас показываю иллюстратор, но изначально я открывала данное изображение, например, в фотошопе. И опять же, как бы я сейчас делаю на свой вкус, а может быть на любой вкус. Вот оно у меня получилось. Такой вот уголочек. Если мне он не нравится, я могу его поправить для того, чтобы он у меня лучше вставал. Как видите, гранатовое сердце немножечко даже вот разлетелось, стало не таким четким. Вот сюда вот так вот мы его вставим. Так, вот такая вот штука. То есть из нашего изображения мы его сюда вывели. Теперь, например, я хочу это же гранатовое сердце разместить по всем углам. Размножила. Так, теперь вот эти кусочки буду заделывать маленькими гранатиками. Беру один гранатик, выравниваю его так, чтобы мне нравилось. И отправляю его в кисти, например. То есть я специально сейчас использую всякие разные приемы, чтобы вы понимали, что можно делать много всего разного интересного и при этом достаточно автоматизировано. То есть не все должно идти ручным трудом. Так, сюда гранатики. Сейчас сделаем еще один. Переворачиваю. Так, и вот этих красавцев я сейчас тоже разверну. Вот у меня уже получилась композиция, напоминающая платок. Теперь я могу, например, по центру разместить еще там несколько сердец, так как нравится именно мне. например, вот так. Не совсем они меня ровно провернули. Сейчас мы их поправим. И уже есть композиционный элемент. Конечно, конечно, когда создаются такие композиции, лучше, чтобы у вас было несколько элементов и деталей. То есть сейчас я создаю только из сердечек, да, я не добавляю ничего, добавила только рамочку однотонную. А если у вас будет еще какой-то, там, что у нас это, гранат, да, какой-то кусочек, какое-то зернышко отдельное, еще что-то, оно вам сразу даст совершенно другими принципами. Я разворачиваю, либо выбираю и кручу. Вот видите, здесь появляется такая стрелочка в разные стороны, либо есть инструмент поворот, он находится слева. Если вам это будет интересно, я рекомендую потом посмотреть запись, которая будет на YouTube, там будет виден целиком мой экран. Что мы теперь можем с вами сделать? Вот я его сделала. Например, я хочу попробовать тот же самый платок на другом фоне. Вот я его сделала. И сейчас под него положу основу. У меня в профиле есть ссылка на мой YouTube. Прямо по ссылочке в шапке профиля пройдете и вниз опуститесь. Там ссылка на мой YouTube и не только. Вот, например, мы поменяли цвет. Да, смотрите. То есть это прям вот заняло у меня мало времени и достаточно быстро. Могу теперь еще какой-нибудь цвет поменять. Например, этот цвет основы сделать бордовым. Не черным, а бордовым. Еще одна вариация. То есть вот буквально за достаточно короткий промежуток времени я создала несколько примеров того, как это может быть. Теперь я могу и здесь начать цвета менять, как-то уже скомпозиционно собирать. И это всего лишь одна композиция из нашего с вами элемента. То есть вот смотрите, что вам дает программа и почему это удобно. Во-первых, это быстро. Это достаточно просто, когда вы владеете каким-то базовым арсеналом. И вы можете делать то, что вам интересно. Почему две программы? Почему я советую Photoshop и Illustrator? Потому что я сейчас это собрала, а цвета я поменять не могу. А если мне нужно что-то поменять по цветам, то мне нужно обращаться опять же к Photoshop, к исходнику. И уже здесь я могу дальше работать с данным изображением и как-то там менять ему цветовой тон, что-то с ним делать и как-то видоизменять. То есть по сути это сочетание двух программ. То есть даже если я сейчас вот так вот сохраню, например, при этом смотрите, кто работает в программе, тот знает эту вещь, кто не работает, сейчас послушайте. Если я сохраняю в программе сердце, композиция, то у меня сохраняется векторный формат. А если я хочу это же изображение вытащить и потом, например, им поделиться с кем-то или в социальную сеть загрузить, да, файл тяжелый, он вот думает, это нормально, то я сейчас его сделаю экспорт этого файла. Почему программа так себя ведет и почему вот такая задумчивость? У меня мощный компьютер, рассчитанный на то, что я буду на нем работать. Но, во-первых, сейчас у меня в параллельный идет запись видео, соответственно, у него забирается уже какая-то часть мощности. Во-вторых, я взяла растровый элемент, запихнула его в Adobe Illustrator, программе стало тяжело, и плюс я эти элементы размножила, создала из них заливку и создала из них кисти, еще все разложила. То есть у программы очень-очень большое количество элементов, которые там вот у нее идут, и она сейчас их пытается пересчитать для того, чтобы они у нее сохранились. Поэтому, когда вы работаете с тяжелыми файлами, давайте компьютеру вот такое вот время, чтобы он сделался. Это нестандартно. То есть если я сейчас буду работать только с вектором, то он себя так вести не будет. Ну, либо в векторе должно быть 328 тысяч деталей, которые будут ему тяжелы для восприятия, и из них еще создавать заливку на заливке. У меня был такой случай, вот там я с кружевом работала, и тогда вот очень много векторных элементов, помноженное на многократное повторение, дает тоже вот загрузку компьютера. Да, всем здравствуйте, кто новый присоединился. Мы сегодня делаем такой завершающий эфир. Уже вот нарисовали красоту, я ее сохранила, и теперь давайте эту же штуку я сэкспортирую. Экспорт. Экспортировать как? Я тоже в ПНГ, с монтажной областью, и на белом фоне. Добро. Сейчас вот она мне сэкспортирует его. Тоже слегка подумает и сэкспортирует. Я закрою файл, чтобы он мне не тяготил мою программу. Вот еще вот такую штуку мы делали, более простую, помните, да? Ну, это совсем банальный пример, когда вот просто у нас все есть. Все, я закрываю, чтобы у меня компьютер не сходил с ума. Ну, и вот такую штуку я оставлю. Вот. А теперь вот она моя картинка. Смотрите, что у меня сделал экспорт. Он мне сделал вот такие картинки отдельные. Вот они у меня все три лежат. А, не видно. Вот они. Вот. И я, например, сейчас открою, которую на белом фоне, в программе Adobe Photoshop. Опять же, совместимость программы. Да, и что с ними делать? Вот у меня был изначально мой исходник в Photoshop. Я потом ему поколдовала в Illustrator. То же самое можно было сделать в Photoshop, но поскольку я больше люблю иллюстратор, мне в нем комфортнее. И мне комфортнее перекинуть туда-сюда. И теперь мы можем здесь с вами уже колдовать так, как нравится именно нам. Давайте посмотрим. Например, я вам говорила, что можно поменять цвет. Во-первых, можно насыщенность убрать. Делать его черно-белым. Но это самая базовая функция программы. Кому надо либо сделать его очень-очень ярким. Вот. Это один из вариантов. Потом я могу поменять полностью цветовой тон. Смотрите. Ну, это полная замена, да? И это уже вариация. То есть я просто двигаю ползунок, и у меня вот оно все уходит в разные стороны. Например, могу так сохранить. Потом могу там начать прокрашивать цвета, другие какие-то. Например, здесь есть функция заменить цвет. Где она на этом спряталась? Так, экспозиция, яркость. Вот, заменить цвет. Я могу попросить и сказать, что вот этот весь белый цвет, это он тут с допуском в 40 сантиметров, а замени-ка мне его на... Белый не хочет она менять, на какой-нибудь серый, синий, фиолетовый. Так, насыщенность вернем. Цветовой тон тоже поправим. То есть и здесь я уже могу начать менять другие цвета. То есть Photoshop тоже это позволяет. Но это я так сейчас очень грубо, да, поменяла. Конечно же, это все меняется более тонко, более вдумчиво, более аккуратно, занимает это какое-то время. Но сразу вам могу сказать, что это намного быстрее, чем руками. И вот мы с Мари разговаривали, она тоже, кстати, часто сейчас работает в Photoshop, и она рисует свои шедевральные акварели. У нее они очень красивые. После этого она их затаскивает в Photoshop или Illustrator, и здесь уже составляет композицию. И вот здесь это уже чисто авторское дело. Как она составит эту композицию, в каком цвете она ее составит, как она будет выглядеть. То есть это всегда вот такая авторская работа. Поэтому, если вы нарисовали такой пример, вот что вы с ним можете сделать, и как это может выглядеть. Показывала в двух программах. Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Теперь Photoshop я закрываю, он мне больше не нужен. И я не буду сохранять то, что у меня получилось. Я хотела вам показать, как рисовать художественные эскизы в Adobe Illustrator. Буду использовать шаблон, взятый с сайта. Я его показываю. Вот он, пожалуйста. Сейчас я создам новый лист в формате печати для интернета, в формате RGB. Так, ну и давайте скажем, что он у меня будет там 210 на 290. Ну, почти как стандартный А4. Создам. Скопирую туда это мое изображение. То есть здесь, по сути принципу, будет очень похож на то, что вы рисуете от руки. Сейчас мы тоже поверх него нарисуем красоту, а потом ее раскрасим. Единственный минус у меня, поскольку шаблон не векторный, а растровый, я его прокрасить не смогу. Шаблон останется черно-белым. Либо мне нужно будет дополнительно применять кое-какие ухищрения для того, чтобы с ним работать. Так, фотографии, по которым рисовала Соня, у меня тоже есть. Я специально взяла все материалы, с которыми работали девочки, чтобы завершить марафон именно этими же материалами и показать, что с ними еще можно делать. Потому что девушки сделали шикарную работу совершенно, да. А я хочу со своей колокольни посудить вам про программу. Сейчас я ее поставлю рядом. По сути, у меня даже, мне кажется, поза лучше. Мы этот шаблон очень давно уже рисовали, но вот его как раз сюда можно переснимать. То есть вот у меня есть девочка, вот у меня есть шаблон. Соответственно, я все блокирую и буду сейчас на данной красотке моей рисовать то, что вижу здесь. Рисовать буду инструментом перышка, как и классический водополюстратор. Притом, как мы можем сделать? Мы можем отсюда прям скопировать, например, вот эту деталь, потом нанести ее на девочку, а можем прямо здесь начать рисовать так, как мы видим и так, как оно там у нас перекрывает. Это личный вкус каждого и я никого за это не осуждаю, можете перерисовать прям по фотографии, можете нарисовать на девочке. То есть это личное предпочтение по рисунку для каждого отдельно. Так, при этом, что у нас тут туда пойдет? И здесь сейчас придется еще дробить на другие элементы, чтобы все правильно прокрашивалось. Так, вот такая. В иллюстраторе, в отличие от рисунка, от руки, нужно понимать то, что у вас могут быть несовершенства, у вас могут быть всякие разные штуки, и вы их потом сможете выровнять, вы их с ними потом сможете поработать. Вот, поэтому никогда этого не бойтесь. Всегда рисуйте, а потом уже будем дорабатывать с вами. Потому что я могу однозначно сказать, что вот здесь будет там дополнительный сейчас объект. Я просто из объектов буду составлять сейчас вот нашу с вами красоту. То есть здесь у меня будет внутренняя часть складки, и здесь у меня будет внутренняя часть складки. Потом мне нужно будет скопировать, потому что у меня складка идет вот так. Мне нужен будет вот такой объект, прям вот такая складка идет, и вот такой объект мне создать. Вместо того, чтобы его копировать, я его таким образом разберу, получу идеальную запчасть. И вот этот кусочек сейчас вот сюда обратно верну. Он у меня идеально совпадает по форме и будет мне создавать мою складочку. Это лишнее, это мне не надо. Так, если вот такие вот хвостики торчат, неприятные, то мы их сейчас скорректируем. Так, дальше смотрю на объект. То есть, ну, видите, по сути, такой же рисунок, как у вас и от руки. Вот здесь будет тень у меня, и здесь будет тень. Я предпочитаю сразу ее сейчас нарисовать, хотя можно и попозже. Давай сейчас основную форму, а потом тень. Теперь пояс. Пояс будет располагаться у нас по фигуре. Так, мне не понравилось, как я попала. Давайте сейчас вот так. И вот так. Теперь сейчас я поближе приближу. Вот это, наверное, самая любимая моя часть, когда можно приблизить и все элементы, все детальки подправить, потому что, ну, вот так вам надо присматриваться, либо лупу брать, а в иллюстраторе это можно просто при помощи инструмента лупы сделать. Это прям вот, ну, очень удобно. Так, теперь вот эту юбку. Если тяжело, можно, смотрите, как сделать. Давайте покажу элемент. Можно продолжить здесь рисовать, а можно прям взять и девочку, у нее форму того, что у нас будет, срисовать. Нам надо только верхнюю юбку сейчас срисовать. Вот таким образом. Так. Вот это нам уже вот так и сюда приведем. Вот у нас получилась с вами юбка. Если тяжело, например, форму переснять, вы ее сюда помещаете и уже корректируете под свою девочку по размеру. Если это требуется. Вот я ее там нарисовала, сюда перетащила. Да, вот она у меня получилась. То есть, по сути, сейчас выглядит, как обычный карандашный рисунок. Я все оттуда повторяю. Точно так же можно и низы нарисовать. Можно рисовать самостоятельно. Если вы чувствуете складку, да, если вы ее не чувствуете, то совершенно спокойно можете ее переснимать. Никто вас за это не осудит. Здесь вот элементы наложения. Я люблю их рисовать таким образом, но никого за это не принуждаю. Соответственно, рука у нас тоже немножко скроется и не будет нам мешать. Вот, нарисовала две складочки. Теперь опять применяю свой любимый способ. Сдвигаю все в сторону. Разбираю, разгруппировываю. И обратно сейчас эти два элемента верну. Они будут мне идеально попадать. Вот так. То есть уже у нас с вами начинает собираться картинка. Сейчас рисую основу. Потом дополнительно прорисуем с вами внутренние элементы складок. Нарисуем тени, как они будут смотреться. И уже заливкой там докорректируем внешний вид. То есть не сильно будет отличаться от того, как это происходит в реале, когда вы рисуете тем же карандашиком. Вот здесь у нас дополнительная складка. Вот такая. Единственное, что наверное, такое основное отличие я рисую прям вот элементами. То есть как вот у меня идут элементы, так я их рисую. Потом еще дополним. Потом это все будет добиваться. Теперь брюченко. Вот у меня есть нога. И относительно ножки я понимаю, какая у меня степень прилегания-облегания идет. Здесь вот по ноге. Наверное, вот она не совсем так. Здесь должна она сузиться к щиколотке. То есть я хочу, чтобы нога закрылась и к щиколотке она сузилась. Здесь произошла узкая, а потом сюда вот так расширилась на туфельку и ушла. То есть вот прям ножка мне в этом помогает сейчас. И штанинку убираю туда наверх. Здесь уже не принципиально, что там будет внутри. Поэтому я просто таким полукругом она потом уйдет внутрь, перекроется. Так, и вторую штанинку сейчас тоже я изображу. Здесь идет легкая складка. Так. И шаблон не забываем, что у нас присутствует. Нам надо его перекрыть. Мы же не можем сделать вид, что его нет. так, и здесь тоже расширение и туда. Так, внутреннюю часть ножки смотрим. И вот здесь сейчас сделаем как у модели дырочку между ногами о том, что она вроде как худенькая. сейчас сюда добавлю точку и разнесу немножко линии. Вот. Теперь смотрите, что у меня получилось. Будет понятно, что я делала. Пока я нарисовала только основку, но она уже очень похожа на то, что у меня будет на эскизе. Теперь я сейчас ко всем моим элементам, которые у меня есть на эскизе, применю белую заливку. Таким образом у меня сейчас спрячется девочка. Смотрите. Оп. И она отделась. Теперь у меня видно, что здесь не в правильные стороны порядок стоит, но это мы сейчас подкорректируем. То есть раз я убрала, могу там вот эту, например, убрать назад. Она сзади должна быть. И это должна быть сзади. Расположить так, как они будут. Соответственно, она у меня уже собираться начала в то, как она будет выглядеть. Смотрю, как бы нравится мне нога, не нравится, нравится мне форма, не нравится. Это вот не сильно отличается от того художественного восприятия, которое вы делаете в обычной рисунке. Так. Тоже правим точки. И самое приятное, что здесь, если я сейчас неправильно сделаю форму, и, например, ее потом залью цветом, и потом пойму, что мне что-то не нравится, я смогу это поправить в любой абсолютно момент. меня как бы это не смутит. В то время, как при рисунке красками вы такого сделать не сможете. Здесь каждую конкретную точку я могу таскать, куда мне надо, столько надо, сколько надо, и никогда не будет видно, что она, как, знаете, говорят, замученная бумага, когда вот уже прям ее столько мучили, перемучили, результат все никак не получается. Вот здесь этого не будет видно никогда. Сколько бы я тут ни колдовала, этого не будет. Бант я перерисую с модели. Вот прям-прямь приближаю его и перерисую, чтобы он у меня красиво со всеми вот этими складочками своими зашел. То есть, смотрите, перерисовываю вот этот кусочек, замыкаю объект, рисую второй кусочек. И здесь надо понимать, что есть такое понятие, как мятость ткани, да, в данном случае. Вот. И мы ее тоже сейчас учтем и покажем. Так, этот кусочек сюда и этот кусочек сюда. Вот, я нарисовала основной контур. Еще такая маленькая хитрость. Вот сейчас я рисую, очень плохо видно, потому что я черным контуром рисую по-черному. Сейчас я покажу, как это сделать, чтобы это было лучше видно. То есть, вот вы нарисовали и вот он, вот такой набор у меня контуров получился. Я его сейчас салатовым подсветила. Но, как вы понимаете, я могу в любой момент этот контур убрать и ничего от него не останется. Просто подсветила для того, чтобы рисовать удобнее было. теперь прорисовываю те маленькие складочки, которые я вижу для того, чтобы создать правильный эффект светотеневой. То есть, прямо вот отсюда мы его заберем. Это если мы по фото рисуем. Кстати, такой вариант возможен. Вы, например, углядели на каком-то фотографии очень интересный элемент, который вам прям нравится, а как нарисовать, вы не очень знаете. Вы прям берете фотографию, срисовываете этот элемент, потом помещаете на свой эскиз. То есть, такие же варианты, они тоже очень даже возможны, очень по теме, очень действенные. Я сейчас прорисовываю кусочки теней, которые там есть, потому что он такой весь очень, немножко, я бы сказала, даже помятенький. И то, что вы можете краской там где-то кисточкой провести, то здесь я обязана это нарисовать либо линией, либо объектом. Я знаю, что наверняка у вас очень сильно щелкает моя мышка, но каждая точка, которая появляется на экране, это щелчок моей мышкой, поэтому придется немножко потерпеть. Вот, мы, соответственно, нарисовали наш красавчик. Соблюли, как он там идет. Здесь сейчас еще добавлю тенюшек. В таких моментах очень часто надо не лениться, а прям вот детально все вот это прорисовывать, тогда будет у вас счастье, будет вам красота. вот так, и то, что я вижу по нему, да, то, что он сам по себе будет смотреться, как такой темно-темно-серый-синий. Я его сейчас отодвину, покажу, как получилось. Вот. А тени на нем будут черные, соответственно. Сейчас я сниму цвет с того, что у нас есть, чтобы он такой вот серый-синий стал. Даже был хороший цвет. Вот. И им прокрашу основу, а потом все тени, которые я дополнительно рисовала, сделаю черными. И он у меня сразу встанет к правильному оттенку. Вот они там, тени. Очень хороший вопрос, но мне нужно немножко понимать, есть ли у вас уже какое-то образование или нет, и зачем вы хотите рисовать эскизы. Что потом с ними делать? Просто как фэшн-иллюстрация коммерческая, либо вы хотите, чтобы это было именно на продажу или еще что-то. То есть очень сильно зависит от цели мероприятия. В зависимости от этого можно говорить, с чего начинать. Как правило, начинают с классического рисунка рисовать эскизы, с художественного. А кто-то с программ начинает. У меня есть студенты, которые начали рисовать программами и тем самым запускают свои бренды. прекрасно себя чувствуют, рисуют в программе. Просто надо понимать, что вам нужно. Если вы хотите ее на модельера, то вам нужно все-таки учить ее рисовать. Модельеры изначально учат академический рисунок. Поэтому со снов. Вот такой банк у меня получился. Видите, очень похоже на то, что есть. Но это теперь полностью векторная картинка. Девочку, попробуйте определить какую-нибудь студию моды, студию дизайна, в зависимости еще от возраста. Художественную школу ее отдайте. Пусть попробует порисовать. Вот, смотрите, теперь я свой эскиз разместила на эскизе мой бант. Так, теперь у меня пояс. уже прям похоже. К сожалению, камера не до конца передает то, что я делаю, но все же. Теперь давайте попробуем красным цветом поработать. Сейчас я залью, у меня будет плоскость. Что я имею в виду под плоскостью? Ну, вы видите, цвет такой вот топорный прям. Сейчас я подберу еще немножко, хотя можно и переснять. Сейчас переснимем оттенок красного, потому что он не такой прям ярко-алый, а он все-таки вот такой, палевый немножко. к нему уже будем потом подбирать оттенки. красное, и это тоже все. Сейчас красным делаю, а потом уже тени буду создавать. Здесь игра тоже светотени идет большая, поэтому нужно понимать еще принципы формирования теней. Вот эти части сейчас будут темными. Этот цвет сделаю потемнее. и вот уже у меня основа пошла. Брючки. Теперь будем насыщать наш эскиз всякими разными красивостями. Во-первых, вот эти части будут темнее чуть-чуть за счет того, что они сзади. То есть изначально мы их сейчас затяним туда вглубь. Потом у меня красивая складка. Здесь она у меня не до конца нарисовалась. Соответственно я ей сейчас помогу линией, что она вот туда идет. Вот она линия. Плюс ко всему у меня вот здесь будет вот такой формы тень. Вот прям смотрю на основу и рисую. То есть светотеневой прием никуда не уходит. и она будет у меня без цвета контура. Вот она встала. Очень жесткая. Что с ней делать? Добавить непрозрачности. Вот таким образом она у меня начинает размываться. Дальше смотрим, что у нас здесь. Нам здесь тоже нужно здорово прокрасить, чтобы вот эта часть получилась тенью. Так. Сейчас я даже прям пересниму свойства вот этого кусочка туда. Вот. Сюда тоже тенью. Можно вот делать как я, да? Можно заливать градиентами. Сейчас я на брюках покажу градиент. непрозрачность. Вот она начинает формироваться наш эскиз, наши складочки, как это происходит. Здесь можно дать просто линеарный рисунок. То, что вот здесь вот так, потом вот так, потом вот так. То есть делать это просто линией. Я ее нарисовала. Сейчас я ее черным контуром туда. Да. Вот она у меня там нарисовалась. Смотрим здесь. Здесь тоже видите, такие прям лучи идут. Соответственно, эту часть мы сейчас прям темным лучом сделаем. То есть смотрим на первый источник и по его образу и подобию создаем то, что у нас происходит. Не забываем, конечно, про законы логики, что здесь тоже должно быть темнее, потому что там тень будет закрывать все. Если очень ярко, то мы либо подбираем цвет, либо же его можно прозрачностью забить. Он тогда будет очень неплохо смотреться. теперь брючки. Я вам говорила, что хочу показать вам пример градиента на брючках. Что я сейчас сделаю? У меня с вами есть один яркий цвет и один цвет, который создает мне тень. Я беру брючину, создаю на нее градиент. Видите, сразу пошел, но он серый. есть настройка градиента и мы сейчас через него настроим то, что нам надо. Так это убираем и вот у меня по боку смотрите, видите, как расходится цвет, да? Сбоку он темнее, здесь он пошел светлее. То есть это градиентная заливка. То же самое сюда. Вот штаны уже так заиграли более объемные. Вот такого образа у нас получается эскиз. Девочка у нас черно-белая. Здесь я смотрю, видите, по ощущению более разлапистая. Помните, я вам говорила, что в любой момент можно поправить. Хватаю точки и увеличиваю. Я понимаю, что здесь мне хочется, чтобы было более объемно. При этом талию я буду оставлять на месте, а вот эти места дотягивать и увеличивать. Потому что у меня есть девочка модель, чтобы все было на месте. Плюс можно теперь добавить блики, например. Потому что вот здесь это блики яркие. Соответственно открываем. Вот эти места мне не очень понравились. Они не совсем встали на место. я могу их тоже поправить. В зависимости от того, что я там себе придумала, я сейчас вот это тоже немножко растяну, потому что там шире. Здесь вот линия более гнутая, например. Сейчас мы ее сюда изогнем и добавим. Вот. и теперь сейчас я блики добавляю. Точно так же, как мы делали с тенями. Я рисую на них контур. Вот смотрите, здесь будет блик, вот здесь будет блик. Пока они просто вот такими контурами. То есть здесь надо привыкнуть к тому, что вы будете рисовать объектами. И вот здесь будет блик. вот такой формы. Что я теперь делаю? Я теперь их все вместе выбираю и с моей картинки переснимаю оттенок цвета. Хотелось бы, чтобы он был не такой разбеленный, а более яркий. Соответственно, я его делаю более ярким. И теперь могу немножечко дать прозрачности, чтобы не были такими жесткими края. Если чувствую, что не подходит цвет, еще вот немножко его вправлю. Вот у меня получились дополнительные блики на изображение. Видите? Теперь можно сюда блик добавить. Там я настроила. Здесь поскольку ткань атласная, она бликует. Соответственно, нам надо это показать. Вот опять создаем непрозрачность. И вот она у нас получилась. Немножко не видно через экран, к сожалению. Теперь вот здесь тоже мы складку не создали, а она здесь очень яркая и очень красивая. Соответственно, здесь мы делаем большую красивую тень. Тень у нас будет вот таким цветом, а сверху на ней блик. Как знаете, поверху любой складочки там такой блик всегда идет. вот вот мы его и выкладываем сюда. Вот собрали. Теперь посмотрим по брючкам. Нам нужно немножко теней тоже положить. сюда мы тоненькую тень все-таки дополнительно к градиенту мы ее положим. Так. Не пугайтесь, что я вылезла за край. Сейчас мы все это поправим. получилась тенюшечка. И мы ее сейчас положим и тоже она у меня будет темненькая. Более темная. То есть если слишком темно, то опять же могу отрегулировать цветом и непрозрачностью для того, чтобы она у меня ушла. Так. Здесь тоже мне нужна такая же штучка. показывающая, что там у меня туда она уходит. И вот здесь даже немножко вот так. Опять не пугаемся, что у нас все наложилось. Так. Делаем дубликат. Разгруппируем. И соединяем. вот получилось. Так. У нас там еще с вами есть бантики на ногах, которые я не нарисовала. Бантики в принципе мы точно так же можем отсюда переснять. Как мы переснимали основной бант. Потом его туда на ногу поместить. То есть здесь вот бант. Потом он уходит туда назад. Вот такой вот бантик. Сейчас мы его возьмем. И вот здесь он должен быть но только сзади. И переснимаем цвет как у бантика. И сзади тоже вот еще один кусочек. Сюда он пойдет у меня. Тоже еще один кусочек сюда вставляем. Как видите и степень детализации и проработанность очень сильно зависит от вас. У меня получился эскиз. Я могу с ним продолжать работать и продолжать его обогащать. Но в принципе он уже очень похож на то что мы с вами рисовали. Нарисован он на нашем шаблоне. При этом какие-то сложные элементы мы выбирали из фотографии и например можно то что я вам говорила немножечко побаловаться добавить цвет губ. Для того чтобы собрать полный образ потому что эскиз у нас нарисован на растровом шаблоне. Если бы у меня был шаблон векторный то тогда я могла бы полностью все менять так как нравится мне поскольку эскиз у меня растровый то соответственно я сейчас нарисую сюда детальки и он у меня станет с губами эскиз вот таким образом смотрите то есть наша программа Adobe Illustrator совершенно прекрасно подходит для творчества не только для технических эскизов которые я показывала примеры нарисованные футболки например на которые мы можем накладывать принты но это база то есть вы берете футболку на нее накладываете разного рода принты но мы можем создавать красивые яркие творческие картинки в зависимости от нашей задумки она может быть нарисована по фотографии она может быть нарисована у вас из головы как угодно конечно же чаще всего все рисунки начинаются от руки то есть идет какая-то задумка почеркушка на руке потом она переводится в вектор либо же берется фотография либо как я вам сказала есть способ когда у вас много всего интересного и разного вы просто его собираете в один эскиз с этого эскиз фотографии нарисовали бант с этой фотографии нарисовали карман с этой фотографии нарисовали пуговицу собрали получили свое уникальное видение мы находимся в городе Москве я обучаю у меня есть курсы по обучению про работе в программе Adobe Illustrator и Adobe Photoshop много роликов можете посмотреть и на YouTube и в Instagram в IGTV мы сохраняем поэтому как бы вот такая вот прямая демонстрация сегодня произошла сейчас я вернусь к вам вот она я вот если у вас есть какие-то еще вопросы по рисунку по всему я готова на них ответить и рассказать что как если нету то мы завершаемся эскиз эфир будет соответственно сохранен и полная запись будет на YouTube для того чтобы вы могли посмотреть все что я делаю на компьютере потому что на Instagram на узкое пространство все не попало вот я думаю что на сегодня все я показала то что хотела позудела по поводу программ если будут вопросы обязательно пишите в комментариях я на них отвечу все пока пока так и